Многие, наверное, думают, что человека очень легко убить. И что можно убить так, чтобы не оставить следов. Как Токаев, ну, уже звучит так, из его окружения, пресс-службы и так далее. Окружение ряда людей, которые говорят, что Токаев не может к этому иметь отношение, звучит так, что если бы захотела власть, его бы давно убили. Я хочу вам пояснить, на самом деле, каким образом происходят эти распоряжения и как непросто исполнить его так, чтобы никто об этом не знал. Но я по своему опыту просто скажу, как это происходит. Меня многократно пытался уничтожить Назарбаев. И я вот сейчас, наверное, расскажу и какие-то фамилии озвучу, которые показывают механизм, каким образом отдаются распоряжения. Я вам сразу скажу, что я лично очень хорошо знаю Назарбаева и Токаева. И, конечно же, по уровню хватки, четкости действий, жестокости, в конце концов, умения управлять, конечно, Назарбаев многократно превосходит этого пятиязычного убийцу народа Хасимжамарта Токаева. Я думаю, вы все это прекрасно и так понимаете. Так вот, как действовал Назарбаев? Человек, который расставлял свои кадры, наиболее преданный, знал людей, огромный жизненный опыт, Ну, просто конченый негодяй при этом, да? И как он во зло использовал власть и уничтожал своих оппонентов. Вот я один из тех, которого он много лет пытался уничтожить, и ему не удавалось. По разным причинам. Я расскажу вам один пример, как меня пытался уничтожить Назарбаев и каким образом приказы он давал. Ну, во-первых, он первому, кому дает команду ликвидировать, это председатель комитета национальной безопасности. Он вызывает председатель комитета национальной безопасности и поручает ликвидировать, что этот человек достал, надо его ликвидировать. Что делает председатель комитета национальной безопасности? Он вызывает своего заместителя, который курирует так называемый вот такой специальный силовой блок. Потом первый заместитель зовет директора департамента. Директор департамента зовет исполнителя на уровне минимум начальника управления. Они проводят совещание. Обратите внимание, Назарбаев прежде чем такое решение принят, конечно с определенным кругом людей это обсуждает, вызывает председателя КНБ. Председатель КНБ вызывает первый заместитель, первый заместитель вызывает директор департамента. Они проводят это совещание и сразу получается, что в приказ о ликвидации человек вовлекается минимум 20 человек. Затем они начинают думать, кто бы мог это исполнить. Но у них есть специальные группы так называемых ликвидаторов. Я их даже поименно некоторых знал, что есть такие подразделения, Департамент комитета национальной безопасности. Вот вам я показываю минимум 20 человек, которые знают. А мы все время говорим так, что знают трое, знают свинья. 20 человек, у них есть жены, у них есть какие-то друзья, они ходят в бане, пьют и сразу говорят, на такого-то поступило указание ликвидации. Не говоря о том, что собственно сами убийцы тоже не одиночки, с ними тоже работают, есть контактные лица. То есть я вам говорю, минимум 20 человек прямо знает, косвенно значительно больше. Это первое. Второе. Затем Назарбаев вызвал своего председателя, точнее не председателя, начальника охраны. Аман, у него кличка была волейболист. Он впоследствии в 2006 году был председателем комитета национальной безопасности. И вот здесь уже со всем деталям не сообщил Архат Алиев. Как это происходило? Это происходило на его глазах. Это было в 2004 году, летом, и на футболе, когда в Казахстане, в Астане, была футбольная команда Украины «Шахтер». И один из наших клубов как раз играл с ними в Астане матч. И именно на этом матче Назарбаев зовет на разговор начальника охраны. Там присутствует Архат Алиев и говорит, тут Аблязова надо ликвидировать, давай займись. То есть Назарбаев, он никогда не давал приказ по одной линии. Он давал как бы не по нескольким направлениям, чтобы была между ними определенная конкуренция. Это он так делал и по другим делам. Но я вам рассказываю, как принимается решение. Таким образом, пошла вторая линия. Начальник охраны, ну султан Назарбаева, начинает искать исполнителей. Он, конечно, делится со своим заместителем. И опять линии минимум 20 человек это знают. Есть еще при Министерстве внутренних дел, тоже есть так называемый убойный отдел, который тоже занимается убийствами различными, слежкой, убийством. Это подразделение в свое время следило за Алтымбеком, Сарсимбаевым. И в связи с тем, что убийство, в частности Алтымбека и Сарсимбаева, параллельно осуществляли службы Комитета национальной безопасности, а семерка так называемый следила за Алтымбеком, между ними было не согласовано, то, когда произошло убийство, один из бойцов, Арстан, по-моему, назывался в тот момент, взял у убитого телефон, убрал его номер, вставил свой. Это телефон, он с этого телефона звонил своей подруге, и его так вышло семерка. То есть, таким образом, полиция арестовала этих участников захвата Алтымбека и Сарсимбаева. Видите, одна служба вела, другая служба другими делами занималась, и получилось, они, по сути, сдали работников Комитета национальной безопасности. Ну и потом, еще, прямо в Вене, тоже в 2004 году, летом, Нусултан Назарбаев, опять же, в присутствии Рахата Алиева, обсуждал мою ликвидацию с неким Александром Мирчевым. Он ему написал проект «Суперхан», «Болгарин», «Гражданин США», он же возглавлял в свое время Самрук, доверенное лицо Нусултана Назарбаева, его консультант. На что Мирчев, когда он с ним советовался, как меня убить, Мирчев ему сказал, это должно быть так, чтобы все подумали, что это бизнес-конкурент. Я в то время жил в Москве, финансировал оппозицию, мы зарегистрировали партию «Демократический выбор Казахстана» в мае 2004 года, и Назарбаев был сильно озабочен, потому что партия «Демократический выбор Казахстана» пошла на выборы. Я активно финансировал. И вот у них возникла идея меня ликвидировать, именно что у меня, меня ликвидируют мои бизнес-конкуренты. Как я об этом узнал? Понятно, что у меня была служба безопасности, мы увидели различные действия разных людей, которые подъезжали на машинах, осуществляли слежку, где я жил в Москве. Это была первая тревога, но ключевой был для меня следующее. Бывший премьер-министр Сергей Терещенко, я впервые за многие годы теперь открыто озвучиваю. В это время я находился в Лондоне. Мне звонит Сергей Терещенко и говорит «Ты где?». А Сергей Терещенко, бывший премьер-министр, мы с ним родом из одного села Вановка. Он был сектором райкома комсомола. Как сектором комсомола, он принимал меня в комсомол. В общем, вот такие у нас были с ним земляческие и дружеские отношения. И он мне звонит и говорит «Ты где?». Я говорю «Я в Лондоне». Он говорит «Не приезжай, не езжай в Москву». Это был как раз в период 2003-2005 год, когда я, выйдя из тюрьмы, жил и работал в Москве. Я ему говорю «А что случилось?». Он говорит «Тут тебя дана команда ликвидировать, ты знаешь кто, не приезжай. Сиди там в Лондоне, в Москве тебя убьют». Вот это было ключевое, которое помогло мне предотвратить покушение против меня. Но я сделал все с точностью наоборот. Как только он мне позвонил, предупредил днем, я в тот же день вечером, наоборот, вылетел в Москву. Усилил безопасность, мы начали делать обходы и обнаружили лежку снайпера. Ну и сразу выяснилось, что когда мы активизировались, начали изучать, выяснилось, что киллеров несколько, по разным направлениям. Вот видите, как это действует. Поэтому я такое многократно переживал. Я вам один случай рассказываю. И такого рода покушения происходили на меня в Лондоне. И где-то мне предупредил Рахат, что на меня будет организовано нападение албанцев. Это тогда было сказано, что заказ Назарбаев поручил братьям Пакколи, которые ему строили резиденцию. Вот нынешняя горда как раз строили братья Пакколи, албанцы. И моя служба безопасности поймала неких албанцев, которые двигались около дома, где я жил. Также под своим другим каналом я понимал, что будет на меня покушение. И на меня покушение произошло. Меня таранили автомашины. Но у меня машина была бронирована. И таранящая машина сама была разрушена. И человек бежал на этой машине. Это было в апреле 2010 года. То есть я имею огромный опыт и понимаю, каким образом на меня будет осуществляться нападение. Я понимаю, каким образом даются приказы. Вот теперь вернемся к Такаеву. Такаев, как люди говорят, дипломат. И он ничего не умеет, кроме встречать гостей и провожать. Как вы знаете. Ну вот сейчас герб меняет, время повернул назад, вспять. Ну и так далее. Что называется, от него толку нет. Вот представьте, такой человек импотент хочет ликвидировать кого-либо. Ну со мной он возится. Это отдельная тема. Вот он решил ликвидировать Айдоса Садыкова, который его поджигает. Показывает его родственников, которые воруют. Показывает контрабанду между Китаем и Казахстаном. То есть Басе в Ютьюбе, что называется, долбит Токаева. И он решил уничтожить. Что он делает? Он призывает, приглашает в себе особо доверительных людей. Это руководитель администрации президента. Как всегда. Всегда руководитель администрации это особо доверенное лицо. Он ему говорит. Затем они призывают, вызывают председатель комитета национальной безопасности. И начинается то, что я вам рассказывал, как это делается. То есть опять вовлекается большое количество людей. И пока обозначают, кто будет этот заказ исполнять. Опять минимум 20-30 человек об этом знают. Поэтому надо понимать, что эти киллеры, когда они действовали, их много людей знает.